мы ищем из рима здравствуйте как ваше настроение у нас сегодня воскресенье мне нравится ездить воскресенье по риму абсолютно такой без безлюдный город мне нравится рим знаете когда летом часов 5 утра никого абсолютно на улице особенно по центральному рим погулять там где маленькие дорожки эти старые-старые улочки на тростевере сан лорейнс такие вот места где можно погулять реально увидеть каким рим был можно сказать древние времена древность такая вещь тоже здесь брусчатка поэтому все немножко трясется немножко дергается я это каждый раз почти говорю брусчатка здесь почему потому что есть какие-то мотивы как как местные говорят что у нас под основным римом еще еще несколько римов здесь несколько уровней городов поэтому каким-то образом брусчатка она помогает каким образом она помогает и так и не понял до сих вот как-то говорят помогает что ли что ли чтобы там влажность была определенно или или что я не знаю то есть каких целях машине холодно ну-ка это конечно не сравнится с вашей зимой то есть которая там у вас напишите кто где кто откуда какая температура так ведь венеции да конечно несколько раз был венеция красивый город но там там летом не очень хорошо потому что там вот эти все каналы они стоячий то есть это стоячая вода она начинает вся цвести она вся цветет и пахнет и вот этот запах у у нее очень хороший а если у вас есть какие-то вопросы по астрологии пожалуйста задавайте доброе утро екатерина как там или питер напоминает венецию что-то у нас перископ глючит у вас есть так вот отлично хорошо да давайте отдыхайте вам надо набираться сил но месяц март у нас такой более-менее нормальный но если вот смотреть по ведической астрологии то он достаточно такой спокойный для не знаю даже я я вообще-то как-то не делаю предсказания для каких-то отдельных знаков потому что ну что-то мне этому не правда это если вот индивидуально для каждого это неправда то есть если вот индивидуально для каждого делать гороскоп тогда да то есть нужно смотреть транзиты планет по гороскопу человеку это во первых у каждого человека планеты стоят в разных знаках и также самая планета может для одного быть благоприятны для другого нет как говорится тот же самый сатурн да хоть она считается такая зловещая планета для кого-то он наоборот очень хороший есть такой сады 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 такой период есть это семь с половиной лет плохой кармы как говорится да но вот для кого-то он именно так он и есть семь лет плохой кармы для кого-то наоборот все самое лучшее у него происходит за эти семь лет поэтому здесь тоже как-то предвзято не скажешь и вот такие вот предсказания делать я честно говоря не не берусь потому что я знаю что это не работает в общем ключе для всех вот поэтому я так сказать этого не делал если с человеком одну жизнь вместе конечно конечно это видно есть такая дробная карта d60 то есть это знак делится на 60 частей и там это можно увидеть то есть каков ваш партнер сколько жизней вы с ним живете какова причина того что вы с этим человеком сошлись так далее и тому подобное про пранаяму я в принципе рассказывал про пранаяму что такое пранаяма пранаяма это гимнастика определенное дыхание может быть я отдельно когда ну напишу все на листочки я может вам там именно конкретно по номерам то есть только вдохов задержка и выдох то есть какие благоприятные результаты это дает это можно сделать вообще пранаяма если у человека не хватает жизненной энергии жизненной силы если у него солнце в шестом восьмом двенадцатых домах то такому человеку не хватает жизненной энергии жизненной силы и он естественно ему надо заниматься пранаямой то есть нужно дышать потому что на самом деле мы мы питаемся праной энергией даже если вегетарианцы да и мы едим овощи фрукты это другие живые существа вот и в них есть прана энергия почему если вы найдите не знаю допустим хлеба не хлеба течение с молоком допустим три дня поешьте посмотрите как вы себя будет или поешьте допустим салатов там помидоры огурцы и овощи и так далее те же самые три дня чтобы что вы будете чувствовать или фруктов просто поешьте ощущение будет совсем другое мы едим энергию мы едим прану мы не едим витамин потому что фактически наш организм он может синтезировать любые витамины которые ему необходимы корова смотрите она не ест белков вообще она ест обычные плеводы но сколько она молока дает организм может синтезировать любые витамины те которые вам нужны абсолютно все это уже доказано нужно зайдите на youtube посмотрите праноедение вы увидите людей которые профессионально занимаются праноямой и они могут просто дыша или смотря на солнце по 40 минут они могут вообще не пить и не есть годами причем эти известный йог который сейчас ему уже 120 лет до сих пор не пьет не ест я еду сейчас домой с работы праноямой хорошо заниматься допустим тему который у кого ну вот допустим по работе как у меня допустим да то есть я работаю ночью днем получается отдыхаю и естественно организм он имеет другие биоритмы то есть вот у у людей которые там филины там и так далее можно заниматься праноямой пранояма по идее можно заниматься когда человек делает йогу то есть фактически когда человек обучился делать асаны определенные тогда можно сделать пранояму вот видите раху опять появились арахануты и товарищи солнечное затмение что лучше не делать лучше всего не есть это первое потому что то солнечное затмение солнечное затмение отрывается форталы в тонкий мир и к нам сюда попадает очень много сущностей поскольку огонь пищеварения гаснет в этот момент когда солнце солнце затмевается то вся пища которая находится у нас желудке на оскверняется то есть она не несет хорошую энергию она становится автоматически негативно это еда то есть она приносит болезнь поэтому рекомендуется не не кушать в этот период вот солнечное затмение лучше всего не выходить на улицу не смотреть на солнце как делают все остальные потому что если вы смотрите на солнце то вы его во первых очень сильно оскверняетесь ментально энергетически у вас чакры просто вообще сбой биоритмов происходит в организме с другой стороны тонкие сущности облепляют тонкое тело то есть чувствительные люди они чувствуют осквернения если вы смотрите на солнце затмение вы теряете зрение вы фактически уничтожаете ваши глаза поскольку это появляется свою роль такая черная дыра и ваша солнечная энергия которая в принципе у нас работает через взгляд то есть тонкий то есть взгляд имеет тонкую солнечную энергию вот и вот как допустим йоги раньше могли допустим взглядом испепелить человека люди которые чувствительны на сглаз они могут чувствовать что их сглазили у них начинается ломка им плохо они чувствуют что им надо там омовение сделать молитву прочитать или еще что-то защититься они это делают глаз то есть если человек плохо посмотрит он пробивает наше тонкое тело ни на луну ни на солнце не надо смотреть в затмение затмение это раху и был такой но это как будет эзотерика то есть там история такая ведах она описана был такой демон раху и он то есть было пахтание океана опять начал перископ глючит что за ерунда у вас экран мигает у меня камеру не знаю чё с перископом творится но что-то как какой-то баг у них это конкретный факт скачет камера ну вот опять сама отключилась еще за такое и вот в общем фишка такая же там раху он демон такой был то есть демоны и полубоги они были созданы перед тем как были созданы люди это описывается в этом люди уже были созданы на последнем этапе раньше были только полубоги и демоны это были первые живые существа я думаю победит путин скорее всего путин такой человек который всегда победит мне кажется у него такой гороскоп что такие люди никогда не уходят из политики никогда не выходит на пенсию если у него если появится место президента мира он тогда будет баллотироваться у него хороший период мой власть так вот там история такая да про голубую луну я уже рассказывал смотрите просто предыдущий то есть он то есть было пахтание океана то есть разные благоприятные вещи доставались то есть они взяли змея в асуке есть такой змей царь змеи змеи в асуке они его взяли у него много голов вот и демоны взяли то есть демоны не хотели брать его за хвост они сказали ну чё это хвост чем чем левые что ли какие-то не хотели взять за хвост сказали хорошо возьмем его за голову а полубоги сказали ладно 8 взяли его за хвост начали то есть поставили то есть там было воплощение бога курма его звали это такое как черепаха в воплощении бога в форме черепахи он пришел и у него спина зачесалась господь иногда создает определенные игры в этом мире просто потому что у него допустим спина за часов и он одним так сказать ударом он убивает нескольких зайцев вот он может такое делать и приходит в разных формах также он пришел как определенное божество чтобы вот эту гору они взяли гору мандару гора мандара они положили в океан потому что если бы они ее просто положили она бы утонула в этом океане они и поставили на спину вот этой черепахи то есть такой большой большой черепахи и сверху вишну тоже сил чтобы она у так не падала то есть он ее держал фактически они и обмотали вот этим змеем и короче полубоги были там где хвост демоны там где голова и вот они вот так вот делали то есть вот это это как мутовка она короче крутилась и из океана выходили различные различные предметы то есть корова команд и она вышла корова с павлиним хвостом потом который исполняла желание могла все да потом там разные предметы дан мандаре появился в конце который дал нектар бессмертия лакшми богиня лакшми появилась которая сразу пошла к вишну она стала его женой и так далее тому подобное там много было предметов различных это все в ведах описано и дан мандаре появился он дал нектар бессмертия дан мандаре до воплощению опять же воплощение богу то есть это вселенский лекарь доктор он был основоположником аюрведы целительная наука индийская вот и он дал этот нектар бессмертия любой кто выпивает этот нектар бессмертия сама он становится бессмертным фактически естественно вишну хотел отдать это полу богам так вот раху а поскольку они вместе пахтали они должны были разделить это делаю все напополам и что получилось что в общем появилась сад гуру не знаю такого в общем что получилось что пришла махини мурти украла у демонов нектар которые захватили его и решили выпить сами вот пришла махини мурти это опять же воплощение на райаны околдовала их всех то есть они там все в нее влюбились взяла взяла у них нектар и унесла отдала обратно полу богам и раху он принял форму короче принял форму полу бога и сел между сурья между солнцем и луной то есть сама сурья и сома сел и когда нектар раздавали он тоже пригубил нектара но не успел проглотить поскольку солнце и луна они увидели сурья и сома они увидели что это демон на самом деле они заметили и и сказали махини мурти и она короче достала диск и просто отрезала ему голову мгновенно то есть нектар он не попал в тело так у нас появилась раху и кету кету это хвост как бы считается да кету это тело араху это голова как вот это и это стало двумя планетами вот этими ну их так называют планет на самом деле ли это как бы узлы но это в любом случае форма и по венам говорится что раху пытается каждый раз съесть солнце то есть он его заглатывает а поскольку у него в шее дырка солнце снова выходит так вот говорится каждый раз когда она пытается съесть каждый раз вот это влияние солнца на скверняется фактически то есть вместо плюсов появляется минус и поэтому и поэтому под этим солнцем лучше не находиться никаких нужен не надо выезжать на природу им там и так далее лучше всего повторять какие то есть какие-то молитвы то есть совершать какой-то джапу там агитацию и так далее очистительные какие-то обряды очень благоприятны считается затмение то есть повтори меня и им и имен бога фактически аннулирует любой эффект любого затмения лунного или солнечного давайте еще какие-нибудь вопросы еще буквально пять минут у нас есть у бога очень много имен это как профей то есть бог приходит и в соответствии с разными качествами разными играми у него есть разные имена есть бог есть полу боги это рад две разные вещи в шримад бхагаватам это все описывается то есть и есть различные аватары есть лила аватары есть гуна аватары что ждет водолея то это затмение но это очень редкая затмения то есть она на самом деле считается благоприятным. А, про Бога говорил. Да, у Бога очень много имён. Просто, допустим, прочитайте Нарасимха Стотру или Нарайана Кавачу и увидите, сколько там имён. Есть Ашатара Шата Стотра, Нарайана Аштатара Шатар Стотры. То есть, 108 имён, допустим, Нарайана. 108 имён Гонеши, 108 имён Шивы, но это полубоги. Допустим, Нарайана или Верховный Бог, Вишну, считается. Русские Веды, посмотрите, там был Вишень, Кришень и так далее. Это всё на Руси было. До сих пор статуэтки ведических богов и полубогов находят в России в раскопках. Я лично видел в Сардынии 900 лет статуэтки танцующей Шивы. До сих пор существует. В музее стоит. У Бога много имён. Это как у солнца, солнце, ла соле, сан, сурья. То есть, на разных языках это один и тот же предмет. Шива – это полубог. То есть, это тот же самый Нарайана на самом деле, только он немножко трансформированный. Есть такое сравнение, как вот взять молоко и йогурт. Фактически они по консистенции те же самые, но немножко видоизменён. То есть, Шива не является верховным богом. Он всегда подчинённый. Он сидит в Гималайх, он медитирует на Ананту, на господа Ананту, который поддерживает материальный мир. То есть, у нас есть 14 планетарных уровней. И на самой нищей точке сидит Ананта в медитации. И у него на голове покоится весь мир. Вот. Он на него медитирует. Шива постоянно находится в йоге. Это вселенский отец. Тот, кто руководит духами и привидениями. Всеми тонкими сущностями. Его ещё зовут Ашутош. Это значит, что он очень милостив и его очень легко удовлетворить. Поэтому демоны, они очень часто к нему обращаются. Они к нему обращаются за благословениями. И говорится, что обратиться, то есть, идти к Шиве за благословениями, это автоматически считается, как вот пойти и попросить у Шивы метод, каким образом можно умереть. Фактически. Сам Шива, он находится очень часто в местах сожжения, людей, да, в крематориях и так далее. Это его любимые места. Он покрывает свое тело пеплом. Да, и он руководит именно тонкими сущностями, духами, привидениями, там, претами, ракшасами и так далее, и тому подобное. В Шриманбагов там это хорошо описано. Это описано в Шива Пуране. Найдите Шива Пурану. Есть очень хороший фильм. Называется Махадев. Я его выложил на, я его выложил сегодня вроде бы, выложил на Фейсбук. Обязательно посмотрите его с первой под 200 какую-то там серию или по 300 какую-то. Это вот как раз, да, это крутейший сериал, вот буквально последнее время он вышел. Его усиленно переводят на русский. Вот, просто посмотрите его там. Очень интересно, чтобы понять настроение Шивы, чтобы понять вообще, кто он такой. Говорится, что не выражать почтение полубогам, как-то дискредитировать или принижать полубогов – это оскорбление. Человек не сможет прийти к Богу никогда, если он полубогов не уважает. Но в то же самое время нельзя почитать полубогов как верховных, потому что они всегда будут подчиненными. Как есть президент, есть министры. У каждого министра есть своя ниша, которую он занимает и должность, которую он исполняет. Все. Они все являются подчиненными Верховного. Нарайана или Вишну. Вишну поддерживает все. Когда все разрушается, все полубоги разрушаются. Вот. Но у Шивы есть определенная категория. Это, то есть есть Вишну татва. Татва – это значит как состояние определенное татва. Вишну татва – это значит неразрушимое, вечно существующее состояние души, то есть Верховная душа. У него много экспансий различных. У него различные аватары, то есть у него, допустим, есть Шактявеш аватары. То есть это люди, это живые существа, которые наделены определенным могуществом, как, допустим, Иисус, Мухаммед и так далее и тому подобное. То есть наделенные силой личности. Затем есть лилы аватары. Лилы аватары – это значит игры. То есть Бог приходит в разных формах, то есть совершает различные лилы. Различные игры, там, допустим, Кришна, там Хамса, как Лейбич или как Вараха, допустим, как этот Кабан. То есть Верховный приходит, как Кабан, представляете? И это описано во второй песне. Шримад Бхагава, там есть полное описание различных аватар. Во второй части первой песни есть и во второй песне тоже это все описывается. Кремация – это естественное состояние, то есть это во всех традициях существует. Хоронить людей в земле является великим оскорблением. Во-первых, это интоксикация земли. Во-вторых, то есть плодородный слой уничтожается вот этими ядами. И то есть это фактически грех. То есть такие люди обычно становятся духами. Таких людей надо отпевать, потому что это оскорбление. Тела должны сжигаться. Во-первых, это помощь той душе, которая оставляет тело. Потому что что происходит? Человек иногда не замечает, что он оставляет тело. Просто посмотрите в Ютубе, там очень много людей, кто оставлял тело, и они видели его со стороны, посмотрели на своих родственников, но никто их не видел, никто не мог с ними коммуницировать. Почему сжигается тело? Тело сжигается потому, что у человека остается привязанность к своему телу. Он себя отождествлял всю жизнь с телом. Он думал, что он – это тело. И поэтому, когда тело умирает, он следует за ним. Это тяжелое переживание. И да, правильно. Для мертвых это очень тяжело. То есть, когда человек умирает, он видит свое тело, он понимает, что он к этому не готов. И тело хоронят под землей. Он думает, это я. Все, все близкие расходятся, тело похоронили, все плачут, все разошлись. Все. А я остался. Я остался там. И все. И поскольку они привязаны к телу, они могут проникать сквозь землю. Они хотят его назад вернуть, потому что без него они фактически не могут коммуницировать с этим миром. И говорится, что тело, то есть, человек, когда становится, допустим, то есть, если это тело не уничтожить, и большинство, да, Екатерина, вы правы, большинство не замечает даже, что они тело оставили. Они думают, что они до сих пор живы. Поэтому, допустим, в различных религиях, что делают сразу? Приходит священник, отпевают, чтобы человек понял, что его больше нет как тело, но он существует как душа. В ведической культуре обычный человек, то есть, родственники, они читают Бхагавадгитту. Потому что Бхагавадгита или Шримадбхага – это наука о душе, которое объясняет, что ты не это тело, что ты пришел на время сюда, кто такой Бог, куда тебе нужно вернуться. То есть, они определяют снова цель, напоминают тебе о цели фактически. Какова цель в жизни? В чем смысл жизни? Есть тибетская книга «Мертвых» и так далее и тому подобное. В каждой традиции есть определенные книги. Вот. Затем, в ведической традиции какая была фишка? Старший сын, когда тело сжигали, он… То есть, во-первых, сам процесс сожжения тела человеку… То есть, душа, она вышла из тела, она понимает, что мое тело сжигают, что я не это тело. То есть, связь обрывается. Это, наоборот, во благо живого существа. Живое существо – это не тело, вы должны понять. Блин, опять глючит. Живое существо – это с телом никак не связано фактически. Как вот я в машине сейчас сижу, я сейчас из машины вышел, дверь за кнопку. Я не машина. Кто-то может подумать, что машина движется, значит, машина живая. Ну, допустим, дети могут так подумать, да. Но я сижу, я и есть водитель тела железного. Я вот сейчас выйду из него или вот это вот, допустим, куртка движется, потому что я в ней. Она сама двигаться не будет. Когда я из нее выхожу из машины, сбрасываю куртку, все, оно мертво фактически. Это мертвая материя. Она начинает просто разлагаться. Поэтому ее сжигают, чтобы у души, у нее закончилось отождествление себя с телом. Чтобы оно поняло, что оно, блин, вообще ничего общего с этим телом не имеет, и с отождествлением себя с определенной формой тела, мужчины, женщины и так далее. И сразу же дается шанс человеку осознать себя как душу. То есть священное писание и так далее и тому подобное. И говорится, что главное, что они находят тело и обрывается связь. Да, поскольку до тех пор, пока тело существует, душа связана с ним, поэтому его нужно уничтожить. И что делал старший сын? Когда тело сжигали, череп оставался до сих пор неизгоревшим, то есть массовый мозг, он оставался там. Поэтому старший сын просто подходил, брал какой-то железный пруд и просто разбивал череп, чтобы все догорело до конца. В этот момент обрывается связь с телом. Именно в этот момент. И что происходит? Если душа не готова, если человек не подготовлен, то он не знает, куда ему идти. Он фактически потерян. Он в тонком мире остается. Если, допустим, человека убили насильно, если вы должны были жить до определенного, допустим, года, и вас, допустим, убили в 20 или в 15. Авария, мгновенная смерть, когда человек не замечает, что он вообще там разбился или еще что-то. Насильственная смерть. Тот, кто, допустим, повесился, да? У нас сейчас Раху в Раке, поэтому мы говорим об всех этих тонких вещах. Это автоматически на ум идет. Потому что ум – это Луна. Раху – это вот знание тонких миров. Поэтому мы об этом сейчас разговариваем. Это нормальный, естественный посыл. И что дальше? Человек потерян, он не знает, что делать. И многие остаются в этом теле. Но это вопрос не ко мне. Это вопрос к вам. Если вы так видите, что в России жить плохо – это ваше видение. Это ваша проекция. Так вот, что происходит? Человек должен быть готов. Человек должен быть готов к оставлению тела. И для этого ему дается фактически жизнь. Чтобы найти цель, найти науку, найти знания, обрести связь со Всевышним. Потому что о том, о чем вы думаете в момент смерти, того состояния вы достигаете. Будете думать о любимой собаке – получите тело собаки. Будете думать о жене, о детях – родитесь у них снова. Допустим, как их дети. Это невидение, это реальность. Да, это реальность. Для вас это реальность. Вы это видите, так значит для вас это реальность. Почему говорится, что человек должен духовно развиваться? Он должен жить в молитве. Он должен жить в постоянной медитации, в постоянном связи. Или еще говорится в йоге со Всевышним. Во-первых, он должен получить знания о том, кто он такой. Потому что это личность. Так же, как вы и я. Все в этом мире – это личность. Каждая травинка, каждое растение – все имеет характер. Все имеет эмоции. Каждое живое существо, то есть душа в определенных формах жизни, оно не хочет умирать, она хочет жить вечно, она хочет наслаждаться и не хочет страдать и болеть. Никто этого не хочет. Потому что это неестественное состояние души. Так вот, говорится, что дух или привидение – это очень тяжелая форма жизни. Это грех за уничтожение души фактически, себя как души. Когда человек уничтожает себя как душу, допустим, водку хлещет, мертвую плоть ест, зарабатывает гигантскую карму. Кстати, по поводу мертвую плоть, у нас здесь реклама есть. Смотрите. Вот, как раз, все к одному. Здесь вот такая хрюшка конкретная, зажаренная, пореженная. В субботу, пожалуйста, покупайте. Скидки у нас в субботу. Вот там сверху The Cake, кофе у нас рекламируют. Да, Арича. Арича – это город такой есть, Виталий. В субботу, вот, пожалуйста, ребятки. Заходите, покупайте. Готовьтесь получить следующее тело. Кто очень любит наслаждаться плотью и так далее, они могут стать тигром, или львом, или еще кем-то. Ну, просто Господь исполняет ваше желание. Хотите есть мясо – пожалуйста, родитесь с собакой или еще кем-то, будете кушать мясо. Это веды говорят, это не я говорю. Я просто повторяю то, что написано. Квалификация мудрого человека не заключается в его мудрости или в надуманности, а в том, что он просто повторяет, не искажая истину, как это написано самим Богом в Священных Писаниях. Я просто говорю, просто повторяю вам то, что я знаю. Ну вот, пожалуйста, у нас есть новый кандидат. Но, видите, проблема в чем? Что если живое существо родилось человеком, у него есть разум. Поэтому что происходит? Когда человек имел пристрастие к определенной пище, он оставляет тело, у него человеческое сознание. Поэтому стать животным он фактически сразу не может. Сознание нужно депримировать, его нужно свести на уровень инстинктов. Что сводит сознание на уровень инстинктов? Во-первых, страдания очень хорошо помогают. В человеке реально проявляются животные инстинкты. Поэтому существуют адские планеты. Поэтому существуют низшие миры. Потому что посредством определенных страданий, это все в Горуда Пуране описано. Есть такое Священное Писание Горуда Пурана. Там описано, какие формы страданий существуют, за какие грехи и какой будет результат. Я тоже люблю ответственность. Ура! Молодец, Екатерина. Любой разумный человек, он к этому и придет, в конце концов. Любой. Все большинство великих ученых, музыкантов и поэнтов, они были вегетарианцами. Потому что, во-первых, связь на тонком уровне лучше. У нас, кстати, в России любят люди говорить штампами. Вместо того, чтобы разобраться в теме, самому поинтересоваться, сделать собственный вывод. Да. Лучше штамп поставить, правильно? Это избавляет от всякой ответственности за свою собственную жизнь. Пробовали? А здесь не надо пробовать. Вот смотрите. Смотрите. Элементарно. Да. Наберите в Ютубе Роман Милованов. Роман Милованов. Просто напишите в Ютубе. Зайдите на его Ютуб-канал. Просто посмотрите все видео, которые есть. Через какое-то время вы поймете, что вы ошибаетесь, что вы не правы. Вы просто фактически поймете, вы сделаете правильные выводы. Потому что вся наука говорит об этом. Так вот, человек должен готовиться. Знаете, почему это происходит? А я не буду вам это рассказывать. Вы зайдите на его канал и просто посмотрите те видео, которые он дает. Он все это прекрасно объясняет, почему происходит. Клетка, любая клетка, это как большой город, общество. Там есть, как в городе есть свалка мусорная, да, обязательно переработка. Так и в клетке есть определенная часть, куда клетка выбрасывает мусор. Токсины там и так далее. Она их просто оболакивает и она их хранит себе. Поэтому очень много токсинов и ядов, они сохраняются именно в жировых тканях. Что происходит, когда вы отказываетесь от мяса? Клетки начинают высвобождать яд. Поскольку его уже в организме так много, что он через естественные нужды, он не выводится. Поэтому клетки его просто уши. Чтобы кровь не загрязнялась. Потому что если это все выбросить в кровь, начнется отравление фактически. Поэтому что происходит, поскольку вы этот яд едите, да, трупный яд, то клетки его просто, ну, из крови сохраняют в себе, чтобы не было повышенной концентрации яда в крови. И когда вы перестаете есть, особенно когда вы на сыроедение, допустим, выходите. Через какое-то время клетки жировые, они начинают все это освобождать, постепенно избавляться от этого естественным образом. И начинается ломка. То есть начинается отравление фактически. Просто нужно переждать этот период, помочь телу избавиться от всего этого. Марфа Аганян. Есть система лечения организма по Марфе Аганян. Называется условное голодание. Зайдите, посмотрите, сделайте один раз. Вы увидите, что все у вас будет хорошо. О чем мы говорили? Мы говорили про тонкие сущности всякие, да? То есть, в принципе, знания есть. Человеку нужно просто заинтересоваться, начать что-то делать в этом направлении. Начать расти, в конце концов. Не плыть по жизни, так сказать, не знаю даже, как это сказать. А, про сожжение дел, да. Мы закончили на сожжение тел. То есть, когда тело сжигается, фактически у души, у нее обрывается тело, то есть, связь с телом и с родственниками. Самое сложное – это привязанность к родственникам. Поскольку мы думаем, что это мои дети, это моя жена, моя бабушка, то есть, мой отец, моя мать и так далее. Поскольку я раньше времени ушел. Ну, ладно, тела нет, с этим я смогу смириться. Но, блин, это же моя ответственность о них заботиться. И у нас получается такая ситуация, что у нас духи привидения живут прямо с нами. Ходят за женой и шепчут что-то на ухо, пытаются докричаться и так далее. Приходят во снах, и люди с этим ничего сделать не могут. И фактически нет знания абсолютно никакого. Ну, максимум, что могут сказать, ну, надо, короче, людям подать просто за память. А люди-то здесь при чем? От того, что вы кому-то просто что-то подадите, там, рис вареный или что-то, какие-то печенюшки там и так далее. Душе-то легче не станет. Он все равно в тонком теле. Он все равно вокруг вас будет крутиться. До тех пор, пока он не поймет, что от вас ловить нечего. А если у вас еще и будет тонкое какое-то видение, что вы сможете с ним в контакт войти, то это вообще труба, он просто не отстанет от вас. И таким образом, иногда бывает, люди покупают квартиру, а там уже, так сказать, предыдущий хозяин свою отсидку. Мы здесь, ребята, все в тюрьме находимся. Но это такая прекрасная тюрьма, из которой не хочется уходить. Здесь нет заборов, здесь нет ворот. Здесь есть желание просто. И наша, собственно, обусловленность. Что сделать духом? Дайте ему знания. Читайте священные писания. Чувствую ответственность, не могу уйти, например, годами. Смотрите, допустим, такие вещи, как алкоголь, как, допустим, сигареты, наркотики в особенности, они разрушают тонкий барьер, защитный барьер, который у каждого из нас есть, нашего тонкого тела. Здрасте. И у человека может реально появиться, то есть он может начать видеть этих сущностей. Это очень хорошо проявляется, допустим, у алкоголиков. Поскольку Раху также очень мощно себя проявляет через алкоголь, поэтому люди начинают, допиваются до белой горячки. И ее так называют, белая горячка, и думают, что все это иллюзия. На самом деле они начинают их видеть. Мертвые чувства ответственности за близких не могут уйти в тонкий мир. Да, 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 я, в принципе, об этом и говорил. Это еще ничего, что человек стал духом, но самое плохое, знаете, в чем? Что, а что вы скажете про марихуану, есть доказательства, что она полезна? Доказательств очень много, что она полезна. Просто до невозможности много доказательств, что она полезна. Допустим, в Штатах, в Нидерландах, в Австралии, что им делать? Есть различные, то есть по идее, об этом должна позаботиться сама личность. То есть он должен быть готов к оставлению тела. Не важно, когда это. Вот поэтому этой науке учили с детства. С пяти лет мальчики отправлялись в Гурукула. Гурукула это, как считается, школа или дом духовного учителя. То есть человек ушел учиться с пяти лет. Он получал полностью все знания по этой теме. Потому что человек может умереть и в пять, и в десять, и в пятнадцать, и в двадцать лет. Не обязательно в девяносто. То есть тем, кому особенно повезло. Зигмунд Фрейд можно забыть о нем. Это полный атеист, и он, наоборот, продвигает чувственные наслаждения. То есть он вам помогает, фактически, стать духом и привязаться к этому телу. Его философия полностью ложная. Но он в одном прав. То, что вожделение, сексуальное желание, оно реально порождает большие проблемы. Но ошибка его заключается в том, что он поощряет сексуальное желание. То, что его надо удовлетворить, и человек успокоится. Это автоматически, чтобы пытаться затушить костер бензином. Невозможно удалить вожделение никаким количеством чувственных наслаждений. Оно просто будет извращаться. То есть оно перейдет в извращенные формы. Как, допустим, обычное сексуальное желание, чистое. Туда-сюда, чтобы детей изучать. Если оно постоянно стимулируется, то оно переходит в более низшие формы. Как, допустим, мазохисты и так далее. Я не буду об этом говорить. Все это знаете, взрослые люди. И что им нужно делать? Во-первых, человек должен сам готовиться к этому. С детства. Потому что никто не знает, кто из нас старший. Или ребенок, которому осталось 10 лет жить. Или мужик, которому еще 40. Мы этого не знаем. Я делаю благотворительные трансляции. Это называется «Гороскоп на вскидку». Иногда. Когда я чувствую, что надо. Тогда я обычно что-то беру за это. Потому что в любом случае это трата энергии. Это помощь вам. Вы тратите время. Вы тратите деньги в то же самое время. То есть я трачу время. Я делюсь знаниями. Должен всегда быть взаимообмен. Потому что знаете фишка в чем? Что если человеку помогаешь бесплатно. Если даже даешь хороший совет. Он этим не воспользуется. На гороскопе на вскидку да, можно. Так вот. Родственники, они могут помочь в этом случае. Есть такие дни. Называются Экадыши. Одиннадцатый день растущей или заходящей луны. Если человек полностью постится. То есть не пьет, не ест. И не спит всю эту ночь. То на момент рассвета, следующего дня. Он может передать благо от этого Экадыши. Живому существу. И человек автоматически освобождается из этого мира вообще. Он даже следующего тела не получает. Вот это очень мощные методы. Второе. Сын в ведической культуре. У него есть определенное имя. Его зовут. Его называют как Путра. Сын это Путра. И фактически Путра это тот, кто освобождает от ада. Вот. Есть такое Экадыши, которое называется Путра Ада Экадыши. То есть тот, который гарантированно дает сына. Сын должен иметь квалификацию освободить своего собственного отца или своего родителя от адского состояния. От которого мы все не застрахованы. Каждый может туда попасть. Абсолютно каждый. И наше современное общество, в нем все так устроено. И все продвигается таким образом, что это просто скоростной поезд. Такой большой скоростной поезд, в котором мы все сидим и просто туда летим. На большой скорости. Потому что мораль в наше время и стандарты чистоты, и стандарты морали, они очень низкие. И практически большинство вещей, которые мы делаем в этом мире, они все гарантированно ведут нас туда. Не надо себя лелеять иллюзиями то, что мы, ну там, свечку пойдем поставим и в рай попадем. Я вам гарантирую. Вы ошибаетесь. Вы очень сильно ошибаетесь. Это не я говорю. Это веды говорят. Так вот. Поэтому есть у нас посты, у нас есть определенные аскезы. Ад существует, конечно, он во всех религиях описан. Он есть. Если хотите узнать, как он реально устроен, прочитайте пятую песню Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам. Вы можете найти его на Вконтакте, в аудио файлах. Он полностью весь есть. Просто начните слушать. Вы поймете, насколько это глубокое знание. Пятая песня. Шримад Бхагаватам. Фактически, да. На Земле тоже некоторые места, они руководятся разными планетами. Есть хорошими планетами, есть плохими. Допустим, Европа руководится Юпитером. Индия руководится Сатурном и Юпитером. Россия руководится Солнцем. С Солнцем и Сатурном в то же самое время. Почему все стремятся в Европу уехать, да? Потому что здесь процветание. Швейцария там или еще куда-то. Стабильность. Юпитер, стабильность. Запад это араху. Чувственное наслаждение, заработок, деньги, власть. Другого подмять, короче. Бизнес закрутить, обмануть и так далее. Это запад. В США хорошо, да? Если у вас араху хороший, если у вас араху экзальтированный, пожалуйста, едьте в США. Круто. Для вас просто супер будет. Но вопрос, что вы там заработаете и к чему вы там придете? К чему вас это приведет? Это уже другой вопрос. Потом Арабские Эмираты. Очень сильное солнце. Крура. Очень мощное солнце. Ну, то есть в разных странах есть разные. Все, допустим, все острова или полуострова, они руководятся Марсом. Поэтому обычно там... Или вот горная местность тоже Марс. Поэтому там обычно грузины живут. У них там мечи, кинжалы, кони, русаки, лесгинка и так далее. Это кшатри, это воина. Вот. Все йоги медитируют в Гималаях. Почему? Потому что там драгоценных камней много. Там очень мощная энергетика планетарная. Там очень много праны, чистый воздух. Планеты. Планеты у нас основные планеты. Италия. Италия руководится Венерой. Венерой и... То есть это, в принципе, полуостров, но это земля считается еще. Вот. Он руководится Венера и Сатурн. Вот эти две планеты. И какой-то процент Луны здесь есть. Такой хороший процент. Потому что здесь овощи очень вкусные, хорошие, насыщенные. А планеты это у нас Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Раху, Кету, Сатурн. Вот эти планеты. В разных сочетаниях. В разных сочетаниях они проявляются в разных обществах. Окей, ребят, мне бежать надо. Я уже приехал домой. Спасибо, что вы были на этом Перископе. Я записываю также на экшн камеру, поэтому я выложу также это в интернет на YouTube канал мой. Слева направо, то есть если вот на эти три этих кружочка нажимаете, там где мой профиль, нажимаете на него, там есть все ссылки на соцсети. Короче, заходите, ставьте лайки там, подписывайтесь на этот канал, на YouTube тоже. Смотрите, Гаруда Пурана, кстати, у меня там есть на YouTube. Заходите. И я уже сказал, как это делать. На три точки внизу нажимаете, там где фамилия, имя заходит, там вся инфа по всем. Если кому-то, если, то есть кому-то что-то помогает, если вам нравится то, что я вам даю, если у вас получится возможность там, допустим, сделать гороскоп на скидку и так далее, я там выложил свой PayPal. Если хотите, можете, как говорится, поддержать наш канал, помочь распространению знаний. Спасибо, что вы были на этом Перископе. Всего вам самого лучшего, хорошего воскресенья, хорошего дня. Воскресенье это божественный день. Очень хорошо в церковь ходить, хорошо молиться, медитировать и так далее. Я уже увидел, спасибо. Это, кстати, ваша заслуга. Это ваша заслуга. Одна из тех, кто мне постоянно сердечко ставит. Спасибо большое. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь друг на друга, если кто-то стримит. И начинайте тоже делиться каким-то знанием. Если у вас есть чем поделиться, делайте это. Потому что мир сейчас реально нуждается в поддержке. Потому что негатива очень много. А вот позитива и решения определенных проблем сейчас фактически нет. Вот, если есть возможность поделиться, делитесь этим. Так сказать, те, кому надо это узнать, они к вам придут и все это узнают. И это им реально сможет помочь в жизни. Мы должны помогать друг другу. Ладно, всем привет. С вами был Воробьев Алексей, ведический астролог из Рима, Италия. Всем пока и аривидерчи. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok